Программа «Будьте здоровы!» Статистики о том, как в Кировской области выявляются ВИЧ-инфицированные, сколько людей в этом году уже было выявлено. За сколько месяцев мы сейчас будем подбивать статистику? Мы будем подбивать статистику за 10 месяцев и предварительные данные за ноябрь, я тоже готова сказать. Вот если говорить о 10 месяцах в абсолютных цифрах, сколько было выявлено новых случаев заражения? Уже более 200 человек. С учетом ноября, 18 новых случаев, это 207 человек. Это примерно на уровне прошлого года. Но я еще раз отмечу, что в 2017 году мы констатировали рост на 25%, именно рост среди новых случаев заболевания. И традиционно у нас каждые два года идет шаг. Рост, потом небольшая стабилизация. В этом году мы держим уровень прошлого года. А с чем связан вот этот шаг? То есть это какая-то постоянная величина, насколько я понимаю? Ну, в смысле не постоянная величина, а постоянный вот этот шаг. То есть сначала какой-то рост, потом какой-то затишье. То есть это с чем связывает? Ну, с одной стороны, это достаточно характерная черта заболеваний пневмологических, то есть инфекционных заболеваний. И с другой стороны, мы все-таки отмечаем, что когда мы выявляем больше, мы начинаем больше лечить. У нас активизируется профилактика именно в тех местах, где мы больше выявляем этих людей. И, конечно, на следующий год наступает относительная стабилизация, связанная с тем, что очаги распространения ВИЧ-инфекции, они, в общем-то, уже изучены, исследованы и приняты меры для того, чтобы заболевание именно из этого очага не распространялось. Ну, то есть можно говорить, что относительно прошлого, 2017 года, роста у нас нет? Роста нет. У нас отмечается стабилизация, но говорить о тенденциях полной стабилизации или снижения к росту заболеваемости мы пока тоже не можем, потому что для этого нужно несколько лет хотя бы мониторить новые случаи заболевания. А вообще вот в обозримом прошлом были года, когда было такое вот ощутимое снижение роста заболеваемости? Нет, ощутимого снижения уже мы не регистрировали давно. Мы отмечаем стабилизацию в течение одного-двух лет, но потом все-таки идет дальнейший рост. Сейчас у нас действительно есть настрой на то, чтобы стабилизировать ситуацию, потому что этому способствует принятая стратегия, государственная стратегия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации. Она принята до 2020 года, и один из показателей стратегии сводится к тому, чтобы число лиц, которые выявлены с ВИЧ-инфекцией, были максимально охвачены приемом антиретровирусной терапии. Как известно, прием этих препаратов снижает вероятность того, что вирус от человека, принимающего терапию, будет передаваться здоровому человеку. Поэтому сегодня при охвате до 65% у нас ориентировочно поднимаются цифры по охвату терапии. На уровне 60% охвата терапии от всех людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, у нас отмечается как раз стабилизация процесса. Правильно я понимаю, 60%, то есть остальные 40% отказываются от лечения? Нет, на самом деле для начала лечения существуют определенные показания. Они отслеживаются в анализах, в состоянии пациента, в его самочувствии, в его определенных жизненных условиях. И только при совокупности показаний для начала терапии она начинается. Как правило, это процесс непростой. То есть чтобы человек начал терапию, ему нужно, во-первых, морально принять то, что он будет пожизненно принимать эти препараты. Во-вторых, все-таки действительно это препараты высокоактивной антиретровирусной терапии, и для того, чтобы начать их прием, нужно понимать, что первые месяц-два будет непросто. Могут проявляться побочные эффекты, могут быть какие-то дискомфортные состояния у человека. И человек должен выбрать время для начала приема этих препаратов, настроиться морально, подготовиться, принять понимание того, что этот терапия для него, в общем-то, как добавка к пище, самая необходимая теперь становится. И только после этого мы начинаем препараты, чтобы у человека не было отрывов, которые могут очень негативно сказаться на состоянии здоровья, на развитии заболевания. И поэтому вот пока 60%. Но планируется в следующем году увеличить объем людей, получающих препараты до 65%, может быть, даже до 70%. Ну и к 2020 году вообще-то государственная стратегия рекомендует увеличить охват до 90%. Насколько это реально, я пока прокомментировать не могу, но мы будем стараться. А сколько обычно проходит времени вот с того момента, как человеку уже точно поставили диагноз, и как он начинает принимать терапию? Здесь однозначных цифр нет, потому что на момент выявления мы никогда не знаем, сколько точно болеет человек. И первый, да, видите, он длительное время бессимптомно протекает заболеванием, он мог заразиться полгода назад, а мог пять лет назад. И поэтому первый показатель, на который ориентируются врачи, это специфический показатель уровня клеток иммунной системы, оставшихся на момент обследования. И в зависимости от того, какое количество клеток у человека циркулирует в крови, в организме, уже выбирается схема, режим приема препаратов и время начала. Вот немного слов о стратегии. Вы говорите о том, что государство предполагает, по крайней мере, что к 2020 году есть какая-то, назовем это, теоретическая возможность довести количество людей, получающих терапию до 90%. А в этом документе как-то предполагается, как довести до этих процентов? То есть какую работу нужно вести с людьми? В данном случае вопрос сводится не всегда к людям, вопрос сводится к наличию финансирования для закопки необходимого количества препаратов. И государственная стратегия предусматривает активное участие регионов в этом процессе. Ага, вот вопрос финансирования у меня как раз был на засыпку, но раз уж мы на него вышли, а вообще государство принимает какое-то участие в закупке этих препаратов или это полностью уложится на плечи ВИЧ-инфицированного пациента? Как это происходит? Нет, это государственная федеральная программа субсидирования, то есть часть средств выделяется федеральным бюджетом, часть средств выделяется бюджетом региональным. И для пациента терапия бесплатная, то есть ее закупает полностью государство. От пациента требуются регулярные визиты в спидцентр для того, чтобы контролировать его состояние здоровья, контролировать эффективность терапии, потому что терапия не дешевая, в любом случае даже самые простые схемы, хотя и стоят очень дешево, но в масштабе всей страны, когда препараты получают более 60 тысяч человек, и получается очень немаленькая сумма, поэтому от пациента требуется регулярный прием терапии, регулярные визиты для контроля эффективности терапии, состояния здоровья, ну и, конечно, контроль за своим состоянием здоровья, то есть введение определенного образа жизни, способствующего поддержанию иммунитета. Такой вот момент. В моей практике попадался случай, когда человек, которому, я не знаю, как корректно это назвать, промежуточный диагноз, то есть, видимо, тоже во время одной из акций, во время экспресс-теста поставили вот этот диагноз ВИЧ положительный, и человек не имел здесь регистрации постоянной, и, соответственно, ему сказали, что ему нужно отправляться в регион за терапией по месту прописки. Это действительно так? То есть тут уже какие ограничения в силу вступают? Да. Ну, для начала я поясню, что во время акций по экспресс-тестированию диагноз установлен быть не может. То есть если у человека, например, он знал, что он имеет этот диагноз, но по каким-то причинам не состоял на учете, ему прежде всего необходимо встать на учет. Такой человек попадает в специальную всероссийскую базу данных, называется она федеральный регистр. В федеральный регистр заносятся его персональные данные, его согласие, и на основании этих данных уже выделяются препараты. В принципе, федеральный регистр на сегодняшний день создан для того, чтобы человек независимо от места регистрации смог получать препараты. Для этого он оперативно может быть откреплен в одном регионе, от спеццентра. То есть, например, он состоит в Пермском крае, в Пермском спеццентре на учете. Если он приезжает жить сюда на какое-то время, он должен обратиться к нам с заявлением для постановки на учет, обосновать причину, почему он должен встать здесь на учет. Тогда мы будем запрашивать данные у Пермского края, как он обследуется, какую схему он получает, какие у него показатели здоровья последние. То есть получается определенная экономия, его не приходится обследовать заново, если там есть свежие данные анализа. Это происходит очень оперативно. Пермский край снимает его с учета. Мы видим количество препаратов, выданных на руки этому пациенту, и можем продолжать лечение по данной схеме. Стратегия, которая до 2020 года рассчитана, предполагает еще какие-то шаги по стабилизации ситуации в стране, кроме увеличения количества людей, получающих терапию? Безусловно. Это сразу комплекс мероприятий во всех направлениях. Первое направление связано с профилактическими мероприятиями, то есть с максимальным уровнем информирования, чтобы каждый человек знал, как не допустить заражение ВИЧ-инфекцией. Второе направление предполагает увеличение скрининга, то есть расширение охвата обследованием. И в соответствии со стратегией в этом году в Кировской области должно быть обследовано почти 27% от населения области. Это не маленькая цифра, потому что раньше цифры были и 22, и 23, и 24%. В среднем по России обследовалось около 25% населения. Сегодня стратегии предполагают, что в каждом регионе до 27, даже до 30% должно быть увеличено количество людей, охваченных от свидетельствованиям на ВИЧ. А вот в эти проценты входят люди, которые принимают это участие в акциях, о которых мы говорили по типу стоп ВИЧ-спит, или это отдельно уже идет? Нет, обследование скрининговое предполагает все-таки обследование в условиях лаборатории. Тест на ВИЧ в условиях экспресс-тестирования, он предполагает, что мы даем человеку понимание того, что у него есть такая возможность, и что он всегда может обратиться в спидцентр. Там он получает для себя. Есть отдельная цифра, которая требует и экспресс-методами охватывать людей, но все-таки в количество обследованных по стратегии входит именно количество людей, обратившихся в медицинские учреждения. А если к цифрам опять возвращаться, вот в структуре вновь выявленных ВИЧ-инфицированных какая группа людей преобладает? По возрасту, возможно, по социальному статусу? Подбиваете как-то вот такую картину? Если мы говорим о цифрах этого года, то у нас отмечается рост числа людей старшей возрастной группы, то есть старше 40 лет, грубо говоря. Если вот посмотрим, за 10 месяцев сравнение у нас существует. За 10 месяцев 2017 года в возрасте от 40 до 44 лет у нас было зарегистрировано всего 11%. В этом году уже почти 16,5%. То есть мы четко видим, как растет эта возрастная категория. Видим, как растет возрастная категория старше 50 лет. Если в прошлом году было всего 6%, то в этом году уже 12% от всех вновь выявленных случаев. При этом отмечается некоторое снижение числа людей в более молодом возрасте. 30-34 года снижение примерно на 5% вновь выявленных. 35-39 лет тоже снижение идет не так значительно на 3%, но все равно отмечается. И на 5% почти снизилось число людей в возрасте 25-29 лет. То есть то, что сегодня мы видим, это выявление заболевания у людей старше 40 лет, которые, в общем-то, уже давно подзабыли о том, что им ВИЧ-инфекция может каким-то образом угрожать. Сложились семьи, сложились какие-то определенные привычки, есть работа. И мы отмечаем, что у нас до 58% это социально адаптированные люди, то есть не люди без, например, места жительства или без работы. То есть на представителей безработных у нас только 33% вновь выявленных случаев в этом году приходится. Это как раз обуславливает выход за пределы групп риска заболевания. Мне кажется, тут, наверное, это вообще случайно. Грубо говоря, во время какого-то обследования вскрывается. Потому что, как Вы правильно сказали, это, наверное, уже когда люди считают, что они вне каких-либо групп риска. Я соглашусь с Вами, от всех выявленных случаев у нас почти 20% выявлено при диспансеризации. На сегодняшний день в рамках диспансеризации людям могут предложить пройти тестирование на ВИЧ. Ну, если человек соглашается, он проходит это обследование, и вот в рамках таких обследований почти 20% от числа вновь выявленных случаев приходится именно на диспансеризацию. Ну, я вот буквально до программы читала данные по России, правда, по 2017 году, и там основной рост как раз на вилку, которая 30-39 лет. А у нас вот эта немного сдвинутая статистика, за счет чего вот это падение как раз в этой возрастной категории от 30 до 39 лет? Ну, если мы посмотрим предыдущие пару лет, то у нас сдвига не будет. А почему в этом году есть небольшой сдвиг, нам еще только предстоит сделать выводы после тщательного анализа всех проведенных обследований, путей и передачи, поводов для обращения. Но, тем не менее, вот можно предположить, что все-таки более молодой возраст, он информированием о том, как передается вещь, как не заразиться этим, он более охвачен. То есть это было более доступно, например, в школе, в институте где-то, и знания достаточно, может быть, еще свежи в течение 10-15 лет. На возраст старше 40 лет у нас нередко приходятся разводы, адюльтеры, и, скажем так, у человека появляется больше склонности разнообразить свою жизнь, предпринять какие-то рискованные шаги. То есть это мы тоже отмечаем. А знаете, вот у полицейских обычно, они говорят, то есть это не количество преступлений выросло, это повысилась раскрываемость этих преступлений. Здесь, когда мы говорим о росте, мы говорим именно о росте числа выявленных или именно о росте числа заболевших. То есть вот тут как-то можно корректно? В данном случае выявленный, то есть у кого поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, он и есть заболевший. То есть если вы имеете в виду, что мы стали значительно больше обследовать и в связи с этим значительно больше выявлять, у нас не настолько значительно выросли объемы обследований. Они растут, безусловно, каждый год они растут, но не так быстро, как количество вновь выявляемых случаев. А сейчас на данный момент на территории региона вообще сколько ВИЧ-инфицированных проживает? Около полутора тысяч. То есть это у нас примерно один процент, правильно я считаю? Нет, меньше процента у нас, в пределах полупроцента у нас все это. Если сравнивать с картиной по стране, то есть как можно оценить в Кировской области ситуацию с ВИЧ? Мы относимся к регионам с наименьшим уровнем пораженности, то есть с низким уровнем числа людей, проживающих с ВИЧ-инфекцией на территории области. Мы входим в десятку лидеров по этим низким показателям. А это от чего зависит? То есть почему в одних регионах количество заболевших больше, в других меньше? Какие факторы влияют? Влияет экономическая составляющая, то есть насколько население богато и насколько велик у населения доступ к инъекционным наркотикам. То есть если мы посмотрим крупные регионы с высоким уровнем дохода, мы увидим, что превалирующий путь передачи изначально в начале эпидемии у них относился все-таки к наркотическим. У нас наркотический путь тоже в некоторый период времени был преобладающим. То есть с 1989 года у нас, как первый случай, был зарегистрирован именно у жителей Кировской области. Так у нас все-таки достаточно длинное время преобладал наркотический путь передачи. Сейчас мы все-таки отмечаем, постоянно ведущим путем является половой. В этом году до 70%. И надо сказать, что по России тенденция сейчас тоже меняется. По России уже до 60% приходится на половой путь передачи. То есть наркотический путь уходит в сторону, но свое дело он сделал. В ряде регионов он, скажем так, уже поразил значительную часть населения. И надо сказать, что когда уровень распространенности заболевания среди населения доходит до 1%, это уже считается очень серьезной эпидемией. И у нас в ряде регионов такая ситуация сложилась, но не среди всего населения, а среди отдельных категорий. Например, среди мужчин молодого возраста, как раз возраста от 30 до 45 лет. Ну, насколько я знаю, в Свердловской области какая-то плачевная ситуация с этим. А если о Кировской области говорить, Киров, районы, есть какое-то сравнение тоже по заболеваемости? Конечно, город Киров как крупный центр, он лидирует по числу выявленных случаев, но есть и районы, которые традиционно входят у нас в лидеры по числу людей и живущих, и вновь выявляемых. Это прежде всего Кирово-Чепецкие, Вятскополянские районы, и далее идут Малмышский, Советский, Яранский. И ряд некрупных регионов, вернее, ряд некрупных районов области, где число населения и число людей, живущих с ВИЧ, коррелирует таким образом, что показатели выше среднеобластных, среднестатистических. Это с чем-то связано? Выясняете ли вы? В небольших районах нередко существует, например, один-два источника, которые обеспечивают заражение сразу нескольких человек. И выявляется такой очаг эпидемии, который можно купировать, можно остановить, но эти люди продолжают проживать и, в общем-то, делают статистику району. Это может быть всего несколько человек. Это ужасно. Это просто жизненная ситуация, связанная с тем, что, опять же, в районах люди еще более уверены, чем в городе, что вот в их-то район, в их-то деревню, в их глухой угол ВИЧ-инфекция точно не добьется. Такого-то ничего не зайдет. Уж такого точно не будет. Но, к сожалению, у нас нет ни одного района, в котором не было бы ВИЧ-инфицированных. Профилактические мероприятия, они районы ведь тоже затрагивают? В таком же объеме или в меньшем? То есть как часто, как много получается выбираться у специалистов спеццентра в отдаленные районы от Кирова, тот же Вятско-Полянский или куда-то на север? Во-первых, в каждом районе есть специалист, ответственный за работу с ВИЧ-инфицированными пациентами и за профилактику ВИЧ-инфекции, который организует работу по профилактике и по лечению этих пациентов на территории своего подведомственного района. А во-вторых, 12 выездов в год специалисты спеццентра совершают постоянно. И 12 районов в год мы охватываем и вопросами лечения пациентов, диспансеризации и вопросами профилактики. Конечно, все районы области и медицинские учреждения города обязательно участвуют в двух всероссийских акциях, которые проходят весной и зимой. Еще вот одна группа, на которую мне хотелось бы обратить внимание, это ВИЧ-инфицированные женщины, беременные и дети. То есть тут есть какие-то цифры, сколько в этом году было выявлено? Смотрите, не обязательно выявлять женщину с ВИЧ-инфекцией во время беременности. Есть ВИЧ-инфицированные женщины, которые планируют и рожают деток. И в данном случае все зависит от того, насколько женщина готова принимать препараты и соблюдать рекомендации врачей. Всего у нас на сегодняшний день в области принято 337 родов. В этом году появилось 34 новорожденных. Ребеночка или 10% от всех, которые были рождены за все годы. Число детишек, получающих ВИЧ-инфекцию от матерей, оно невелико. Это один, иногда два ребенка в год. И чаще всего это связано с тем, что мамы не соблюдают рекомендации врачей или не были в свое время обследованы. То есть, например, находились на какой-то другой территории и очень поздно обратились за медицинской помощью. То есть не были обследованы просто. Вот категория людей, которые до 18 лет с ВИЧ-инфекцией на территории региона, есть ли цифры, сколько таких проживает? 14 деток. 14. И у них они придерживаются той же самой терапии или для них какие-то особые условия? По возрасту, по массе тела назначается терапия до определенного возраста. Потом они переходят на взрослые дозировки. И также они всю жизнь принимают препараты. Сначала детские формы. Детишки получают с момента установления диагноза. Это в первый год жизни. Это буквально несколько месяцев от рождения. То есть сначала сиропы, потом по возрасту они переходят на таблетированную форму. Буквально пара минут у нас осталось. Если говорить о умерших уже от СПИДа, правильно говорить, как разграничивать ВИЧ-инфекцию и СПИД в этом контексте? Смотрите, ВИЧ-инфицированные люди – это прежде всего люди. Они умирают не только по причине ВИЧ-инфекции и СПИДа, они умирают, в общем-то, по любым другим причинам. Поэтому говорить о том, что они умерли именно от СПИДа, не совсем корректно. Не подсчитывается количество людей, умерших именно от вируса иммунодефицита человека? Они в отдельную категорию не вносятся? То есть чтобы понимать, ну там жертвы, вот как вот есть же у нас День памяти жертв СПИДа. То есть вот люди, которые умерли там не от того, что их, грубо говоря, автомобиль сбил, а именно те, кто от заболевания ценовал. Ну нет, конечно, у нас подсчитывается число людей, умерших именно вследствие ВИЧ-инфекции и СПИДа, но от СПИДа умирают единицы на самом деле. Чаще всего мы пишем, что из числа ВИЧ-инфицированных умерло столько-то человек от СПИДа. На сегодняшний день умирают не так часто, потому что на фоне приема антиретровирусной терапии эта стадия не наступает. То есть они, как любые другие люди, могут умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний, просто от возраста. Средняя продолжительность жизни сейчас в стране во сколько оценивается от ВИЧ-инфицированного? Она, по оценкам ученых, не отличается от обычной средней продолжительности. Проводятся ли какие-то оценки? То есть понятно, что те люди, которые выявлены, это официальная статистика, но, как правило, всегда еще апеллируют какими-то цифрами, то есть могло бы быть сколько. То есть вот этот процент людей, которые, вероятнее всего, живут с ВИЧ, но об этом не знают, есть какие-то данные? Мы обычно очень просто подсчитываем. Обследовано 27% населения. Выявлено такое-то количество. Если обследуем столько-то, 100% населения, то сколько выявим? То есть примерно в три раза больше. То есть обычная пропорция? Обычная пропорция, потому что, сказать более точно, прогнозируемое число случаев мы, к сожалению, не можем. Для этого требуется значительное социальное масштабное исследование, которое у нас по определенным причинам провести не представляется возможным. Поэтому по обычной пропорции она нас еще не подводила ни разу. В следующий раз мы поговорим о том, как живут люди с ВИЧ. В студии работала Дарья Топузлиева и моя собеседница, заведующая отделением профилактики Центра по профилактике и борьбе со спидом инфекционной клинической больницы Екатерина Сметанина. До свидания. До свидания. Будьте здоровы! Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.